внимательно посмотрите на эту звезду очень внимательно не видите ничего необычного а ведь это одна из самых загадочных звезд на небе да в русскоязычном интернете у нас как-то больше заверусилась другая звезда таби вот это с необычными изменениями яркости про которую говорили что это инопланетяне строят сферу дайсона подтверждение конечно же не нашлось здесь же ситуация иная если подчеркиваю если то что публикуют про эту звезду некоторые ученые окажется правдой то объяснение про инопланетян откровенно говоря ничем не хуже всех остальных звезда пшебыльского а говорим мы именно они рассматривается как одно из лучших мест для поиска внеземного разума а профессор колумбийского университета в нью-йорке дэвид киппинг серьезный ученый между прочим называют ее звезда которая не должна существовать слишком уж у нее странный химический состав но почему же тогда на нее прямо сейчас не нацелены все крупнейшие мировые телескопы почему столь подозрительный объект не исследуют ведущие научные центры что это заговор колдунов ученых или мы что-то упускаем садитесь поудобнее сейчас будет рассказ про космические аномалии научную коммуникацию спектроскопию высокого разрешения и немного про пришельцев ну куда же без них обычно всякие необъяснимые космические аномалии встречаются в научно-популярных изданиях и при том не очень хороших я не говорю о том что в науке и правда объяснено все как раз наоборот астрофизика имеет дело с результатами наблюдений которые нужно объяснить уточнить с их помощью модели и все такое но само слово аномалия как бы предполагает что мы видим прям ну что-то неуместное а вот это большая редкость но некоторые особенности звезды пшебыльского фактически противоречили тому что мы бы ожидали от нормальных звезд и когда я только начинал раскапывать эту историю я совсем не представлял что получится в итоге реально столько информации о загадочной звезде стоит только погуглить но что-то меня очень сильно смущало в этой истории но обо всем по порядку да и ребят вот сразу говорю с ютуба никуда не уходим но на всякий пожарный подпишитесь на наш телеграм ссылка в описании анонсы видео способы их посмотреть да и просто интересные посты почти каждый день и да напишите мне потом в комментарии что вы пришли с этого видео мне это важно сегодняшняя история касается звезды южного неба в наших широтах звезда пшебыльского не видно зато видно много другого не менее интересного например августовский метеорный поток персеиды активен весь месяц хоть максимум его уже прошел на ночном небе будут сиять марс юпитер сатурн и луна и конечно же летние созвездия но в крупных городах насладиться красотами звездного неба сложно их почти не видно из-за сильной засветки так вот букинг отелло совместно с астрономами экспертами отобрали топ регионов где лучше всего любоваться ночным небом да и тоже кстати участвовал в отборе мест вспомнил студенческие практики на кавказе между прочим я был одним из последних кто успел поработать в так называемом стакане телескопа бта но вообще увидеть всю красоту звездного неба можно и не залезая высоко в горы на отелло теперь есть специальный фильтр места под звездами это еще более широкий список мест куда можно отправиться на отелло очень комфортное бронирование вы просто настраиваете нужные фильтры и выбираете лучший вариант специальная карта в приложении или на сайте поможет сориентироваться в окрестностях ну например чтобы случайно не забронировать отели возле шумной автострады или спортивного стадиона а оплатить до 99 процентов стоимости проживания можно бонусами сберспасибо частями или получить 10 процентов кэшбэк бонусами на карту такие дела до конца августа действует специальный промокод на скидку до 20 процентов на отеле из подборки переходите по ссылке в описании и бронируйте свое место под звездами ну а мы снова перемещаемся на южное небо кстати вопреки названию австралийский астроном польского происхождения антони пшебыльский никакую звезду не открывал это тусклая звездочка 8 звезды величины то есть он глазом не видно да и вообще она не видно из большей части северного полушария поскольку располагается в созвездии центавр зато видна из австралии где волей случая и оказался пшебыльский это вообще очень захватывающая история но они ближе к концу так вот в 61 и 63 годах он публикует две статьи в которых показывает насколько это не примечательная звездочка на самом деле странная для начала у нее довольно сложно определить спектральный класс я напомню что так называемая гарвардская классификация звезд основана на виде их спектров то есть от звезды к звезде меняется интенсивность и вид отдельных спектральных линий на самом деле это отражает температуру атмосферы звезды например звезды ранних спектральных классов какие-нибудь о и b очень горячий и в их спектрах видны линии многократно ионизированных элементов и нейтрального ионизированного гелия но тут понятно высокая температура можем оторвать от атома больше электронов у звезд типа солнца очень сильные линии водорода калия и ионизированного кальция ну а у поздних спектральных классов становится заметно уже и линии поглощения отдельных молекул ну потому что температура ниже и некоторые молекулы уже не разрушаются из-за особенности излучения нагретых тел и цветовосприятия наших глаз температуре тела можно сопоставить цвет холодные тела выглядят более красными а горячий голубыми поэтому цвет звезд тоже отражает их температуру так вот статья 61 года пшебульский удивленно отмечает что согласно каталогу генри дрейпера спектральный класс этой звезды где-то b5 то есть это горячая голубоватая звезда при этом линии водорода у нее соответствует скорее солнечному типу а если смотреть не на линии она континум то есть измерить количество энергии которая звезда излучает в разных цветах то она относилась скорее к холодным к звездам получалось что как будто бы на холодную звезду натянули атмосферу от горячей во второй статье пшебульский отметил другую странность на снятом им участке спектра можно было заметить около трех тысяч линий если что одному элементу может соответствовать множество линий тут нет ничего удивительного не было ли не железо это странно для звезд с такой температурой да ко второй статье вроде как сошлись на том что звезда пшебульского немного горячее солнце но вот что было действительно очень странно пшебульский обнаружил у нее линии относящиеся к лантаноидом это вещества с атомными номерами от 57 в основном редкоземельные лантан цирий празиадим не один самаре европе и годолинии в этом списке лантаноидов должен был быть и прометий но поскольку он крайне нестабильный его линии просто не искали для более тяжелых веществ спектры известно хуже но пшебульскому удалось найти практически все более тяжелые лантаноиды кроме и тербия и лютеция и вот это было очень странно звезда с каким-то непонятным спектральным классом в котором не видно железо при этом есть куча более тяжелых редкоземельных элементов это вообще как очевидно такие странности не могли не привлечь внимание других астрономов и довольно быстро в атмосфере этой звезды обнаружили еще и линии того самого прометия и двух изотопов урана последний это самый тяжелый химический элемент встречающийся в природе в ощутимых количествах он радиоактивный да но период полураспада 238 урана почти пять миллиардов лет то есть его появление в атмосфере звезды факт странный да откуда он там в таких количествах взялся и почему висит в атмосфере а не потонул глубже как вообще-то положено поступать тяжелым элементом но все-таки придумать сценарий его появление можно какой-нибудь близкий взрыв сверхновой звезды в прошлом или слияние нейтронных звезд могли обогатить звезду пшебульского всякой редкоземельной химии а вот прометий это большая проблема период полураспада самого стабильного его изотопа меньше 18 лет и это означает что какой-то процесс должен этот элемент производить в настоящее время и даже не в недрах звезды где вообще-то протекают термоядерной реакции а прямо на поверхности да и с реакциями тоже вопрос ведь синтез элементов в звезде идет до железа откуда прометий все это сделала звезду широко известной в узких кругах и вместо номера в каталоге дрейпера hd 10 1065 ее стали просто называть звезда пшебульского дальше больше представьте атом внутри ядро а вокруг электроны если электрон поглотит фотон он перейдет на верхний уровень так возникнет недостача энергии которая даст темную полосу на длине волны пойманного фотона в спектре так и возникают линии поглощения но если вещество поместить в магнитное поле она будет воздействовать на электрон из-за чего энергетические уровни начнут расщепляться соответственно и переходов между ними становится много и в спектре будет не одна линия а несколько это называется эффект займана ну или как мы говорили в универе зимана и изучая его можно оценить магнитное поле у звезды пшебульского она оказалась 2200 гаусс это не кита прям экстремально большие значения для звезд но если считать что у солнца поле в среднем один гаусс то прям много это можно сравнить с полем в центрах самых больших солнечных пятен там 3-4 тысячи гаусс можно было бы сказать что звезда пшебульского это одно большое пятно хотя более поздние оценки понижают магнитное поле раза в полтора-два вторая загадка этой звезды это период вращения дело в том что конфигурация магнитного поля меняется с вращением звезды вокруг оси но эффект зимана проявляется по-разному в зависимости от ориентации поля если линии направлены вдоль излучения мы видим в спектре одну группу линий а поперек совсем другую плюс в зависимости от ориентации поля меняется и поляризация излучения поэтому наблюдая изменения в спектре можно смоделировать изменение поля из-за вращения звезды и оценить период и вот согласно одному из недавних исследований он сто восемьдесят восемь лет хотя откровенно говоря точность этих измерений невысокая но все равно солнце делает оборот вокруг оси в среднем за 28 дней экватор немного быстрее полюса медленнее почти месяц и для звезд солнечного типа это считается много обычный период короче а у более массивных звезд намного короче у какой-нибудь веги или простите ахернара это часы хотя это как раз объяснимо ведь мощное магнитное поле работает как космическая проща ускоряя заряженные частицы звездного ветра чем сильнее магнитное поле тем на большем расстоянии она будет влиять на частицы и тем эффективнее звезда будет отдавать ветру момент вращения и соответственно замедляться хотя все равно результат удивительный и если это не ошибка всего перечисленного было бы уже достаточно чтобы считать звезду пшебыльского очень странный и вообще уделять ей больше времени в наблюдениях но в 2008 году вышла работа которая окончательно перевела ее на первое место в списке главных сети кандидатов на небе по данным наблюдения на спектрографе ювс на 8-метровом телескопе вилти научная группа из украины россии и южной кореи не только подтвердила спектры линии редкоземельных элементов даже нестабильных но и обнаружила новые причем принадлежащие актиноидом а это гораздо более тяжелые элементы например там были линии актиния про так тени нептуния плутония амеренция кюрия берклия калифорния и энштейни до признаки актиноидов вообще-то там замечали и ранее но не с такими серьезными инструментами и вот эти новые данные уже не лезут ни в какие ворота откровенно говоря потому что периоды полураспада обнаруженных элементов колеблются от нескольких десятков тысяч лет до вот смотрите самый стабильный изотоп актиния это почти 22 года а у энштейни он равен 472 суткам что они делают в атмосфере звезды возраст которой более миллиарда лет проблема вот в чем теперь это был не просто странный химический состав такой состав просто невозможен с точки зрения современного понимания звездной эволюции если мы посмотрим на таблицу менделеева и механизм возникновения ее элементов то с удивлением обнаружим что актиноиды образуются при радиоактивном распаде более тяжелых элементов при слиянии нейтронных звезд или искусственно лаборатории в звезде пшебыльского не должен протекать ни один подобный процесс возле нее не сливались нейтронные звезды в обозримом прошлом мы бы это заметили распад ядер предполагает что когда-то в атмосфере этой звезды были еще более тяжелые ядра ну а они-то там как оказались что же касается лабораторий беркли был получен в 1949 году учеными национальной лаборатории имени лоренса в городе беркли отсюда и название америнцы искусственно создан сорок четвертом году в чикаго в природе его находили только в местах ядерных испытаний или катастроф калифорний создан в 50-м году тоже в беркли в калифорнии энштейне открыли в радиоактивных осадках после ядерных испытаний назвали понятное дело в честь энштейна на земле это все элементы получены искусственно а раз так то откуда не возьмутся в другой звездной системе но тоже искусственно а как же еще отсюда и кандидат для сети насчет объяснений что ж было например версия что звезда пшебыльского на самом деле компонент системы с нейтронной звездой мощные потоки высокоэнергичных частиц от нейтронной звезды облучают поверхность звезды пшебыльского они индуцируют ядерные реакции звездной атмосфере и в них рождаются нестабильные более тяжелые элементы естественно нейтронная звезда притягивает к себе обычную звезду и это периодическое движение должно было бы отразиться в спектре но мы ничего подобного не наблюдаем по мнению авторов потому что мы видим вращающуюся систему звезд практически из полюса и периодические покачивания звезды пшебыльского просто не видны под таким углом эта версия не прижилась скорее всего будь там нейтронная звезда излучающая столько высокоэнергетических частиц это было бы заметно да и вероятность столь удачной ориентации орбит по отношению к нам тоже исчезающе мало также было предположение что активной области на звезде пшебыльского производят столь мощные вспышки что все эти элементы рождаются прямо в них в принципе как бы удивительно это не звучало но температура в особо мощных солнечных вспышках может быть на пару порядков выше чем в ядре солнца соответственно и реакции синтеза новых элементов могут протекать хотя они и не вносят значимого вклада в энергетику вспышки тем не менее эти реакции порождают гамма-излучение и его даже можно попробовать засечь и да они влияют на химический состав но всего лишь проявляются как небольшой избыток изотопа гелия-3 никаких прометия фактине фейнштейне потому что еще раз напоминаю для синтеза все более тяжелых элементов нужны все более высокие температуры но при таких температурах образуются очень энергичные гамма-фотоны разбивающие синтезированные ядра обратно на меньшие осколки поэтому элементы тяжелее железа рождаются при r и s процессах то есть при взрывах сверхновых или слияние нейтронных звезд так что вспышки в звездных атмосферах идут мимо тогда как это можно было бы объяснить обычно при обсуждении химии звезды пшебыльского говорят о трех основных гипотезах первое это ошибка интерпретации линий в спектрах результаты настолько необычные что довольно логично было бы поставить их под сомнение провести новые наблюдения переобработать данные действительно ли в атмосфере этой звезды есть радиоактивные ядра против этой версии может говорить тот факт что некоторые нестабильные элементы видели в этой звезде и до статьи 2008 года еще в семидесятых годах те же самые промете и технеции поэтому даже если некоторые из элементов окажутся открытыми ошибочно полностью проблему это не снимает вторая версия лично мне кажется довольно странной но она часто звучит мы видим в звезде элементы которые нельзя получить путем привычного термядерного синтеза значит это продукты распада более тяжелых ядер но что это за ядра разве они не должны быть еще более короткоживущими а вот и нет если в природе существует остров стабильности так называется гипотеза о том что в мире могут быть долгоживущие изотопа химических элементов с атомными номерами в районе 114 теоретически они могут прожить довольно долго возможно миллионы лет я об этом подробнее рассказывал в ролике про фантастические вещества вот ссылка но все они очень радиоактивны а продуктами их распада могут быть как раз обнаруженные в атмосфере звезды актиноиды если это так то исходным элементом распадающимися на все это многообразие может быть атомное ядро с номером 114 120 или 126 114 элемент кстати уже был синтезирован на земле его назвали флеровий в честь лаборатории ядерных реакций имени академика георгия флёрова увы но реакции слияния ядер кальция и плутония которые как раз использовали для синтеза флеровия не позволяет получить более стабильные его изотопы предсказанные теоретически нужно сталкивать другие элементы и надеюсь в ближайшем будущем это получится другие вещества еще не синтезированы и не имеют названий идея в том что в атмосфере звезды пшебыльского распадаются сверхтяжелые ядра острова стабильности линии их продуктов распада и видны в спектре линии самих сверхтяжелых ядер спектры тоже должны быть но они неизвестны в лаборатории их стабильные изотопы не получали в количествах пригодных для изучения спектров теоретически их посчитать довольно сложно и без больших ошибок не обойтись до у многого из того что я сегодня перечислял спектр тоже известен лишь на основе теоретических расчетов слишком малое количество вещества удавалось создать но в случае острова стабильности предсказанное положение линии будет еще менее точным наверняка среди множества не отождествленных линии звезды могут быть и линии этих сверхтяжелых элементов просто мы их пока не узнаем проблема этой идеи на мой взгляд в том что она не дает ответа на вопрос откуда в атмосфере звезды эти ядра ее возраст более миллиарда лет если флеровий или что-то еще более тяжелое так долго живет то почему мы не видим его здесь на земле хоть в сколько-нибудь заметном количестве звезде пшебыльского повезло больше нашего мог ли какой-то процесс относительно недавно обогатить ее атмосферу этими элементами например близкое слияние нейтронных звезд тогда почему мы не видим подобного в звездных скоплениях где наверняка нейтронные звезды сливаются чаще повезло что звезда расположена близко к земле при этом так медленно вращается вокруг оси медленное вращение делает линии более узкими и мы можем их заметить получается много маловероятных совпадений и я напомню что ни один элемент из предполагаемого острова стабильности не прожил больше нескольких секунд и нет никаких гарантий что этот остров действительно существует может какой-нибудь другой вселенной с другими физическими константами но не в нашей эта версия не решает проблему звезды пшебыльского а скорее отодвигает ее прячься за другими нерешенными физическими вопросами ну и третья версия это внеземные цивилизации обычно инопланетяне это самое плохое предположение которое только можно допустить для объяснения астрономической загадки с тем же успехом можно приписать аномальный химический состав звезд или например слишком большие скорости скопления галактик божественной воли но тип сидит боженька и сверхтяжелые ядра подбрасывает ну а чем пришельцы хуже мы не знаем на что они будут способны значит по идее любую странность можно приписать им вот только подобная гипотеза не имеет ничего общего с наукой потому что нельзя подтвердить или опровергнуть ну а как ее провернуть когда на любые новые наблюдательные данные всегда можно возразить ну вот такие пришельцы что ж поделать иногда даже говорят о так называемой презумпции естественности то есть любой обнаруженной странности по умолчанию приписывают естественное происхождение пока не появляются очень веские доказательства что это не так и это реально работает сколько было подозрительных космических объектов которые в свое время наводили на мысли об инопланетянах пульсары мистериум всякие необычные радиосигнатуры свое время было очень соблазнительно объяснять все это пришельцами но подтвердились естественные причины со звездой пшебыльского все немного иначе в 1966 году вышло американское издание книги вселенная жизнь разум советского астрофизика иосифа шкловского с дополнениями карла сагана книга стала бестселлером и она предлагала куда более серьезный подход проблеме поиска внеземных цивилизаций чем тот что обычно обсуждался в популярной литературе так вот одна из идей из этой книги довольно часто потом появлялась статьях по проблеме с эти вернее идея появлялась много но нам важно именно это инопланетяне могут посолить свою звезду чтобы привлечь к себе внимание под словом посолить имеется ввиду сбросить на звезду нетипичные для нее химические элементы зачем идея в том что для поиска радиосигнала от внеземной цивилизации нужно знать куда и когда навести радиотелескопы иначе очень вероятно просто упустить передачу но если сделать свою звезду отличающейся от других это непременно привлечет внимание соседей по галактике и пристально наблюдая за странной звездой они тоже не пропустят твое сообщение шансы на контакт повышаются и всем хорошо ну один из самых простых способов сделать свою звезду необычной это просто выбрасывать на нее нетипичные вещества спектральные линии необычных для звезды и химических элементов соседи точно не оставят без внимания получается что сначала у нас появилось теоретические предсказанное явление а потом его обнаружили в наблюдениях и дело тут даже не в мотивации гипотетических инопланетян привлечь к себе внимание это могут быть следы астроинженерной промышленности или сброс мусора допустим некое производство оставлять много отходов ядерной промышленности их надо куда-то девать так вон звезда и бросаем туда всего делов то при этом звезда пшебыльского не так широко известна как та же звезда таби но у таби была яркая табета бояджан которая зажгла сердца слушателей своим выступлением на тэд так а таби услышали даже очень далекие от космоса люди здесь же не было ярких публикаций выступлений но научно популярные статьи про звезду пшебыльского в последнее время все-таки начали выходить а недавно братуха борцуха дэвид кеппинг выпустил видео про эту звезду где как раз отметил ее странности и просмотры потихонечку подбираются к семистам тысячам может теперь звезда пшебыльского заинтересует больше людей хотя что такая штука так долго игнорировала с широкой общественностью на самом деле очень хорошо нет серьезно я приятно удивлен как звезду пшебыльского игнорируют всякие любители везде видеть пришельцев не подумайте все статьи что я перечислил и правда выходили в научных журналах именно с теми выводами что я озвучил если просто пройтись по поисковикам или почитать википедию там примерно такие же выводы и будут все что я до этого момента рассказывал абсолютная правда но не вся просто удивительно как убрав пару важных фактов из повествования можно перевернуть смысл с ног на голову говорит только правду но не все надо но давайте восстановим справедливость и так звезда пшебыльского скорее всего не населена инопланетянами а все эти необычные признаки что мы наблюдаем десятки лет говорят в пользу существования внеземных цивилизаций не более чем факт пропажи носков в стиральной машине и вот почему для начала эта звезда не одна такая она интересна но вовсе не уникальна до антони пшебыльский обнаружил первый такой объект всех он очень заинтересовал все кинулись искать что-то подобное и нашли оказалось что существует целый класс так называемых ap звезд которые выделяются необычным спектром и сильными магнитными полями буква p в названии означает пикулярные то есть необычные а по идее намекает на спектральный класс тех звезд однако как и в случае со звездой пшебыльского и не всегда просто однозначно приписать конкретный спектральный класс в любом случае это несколько более массивные и горячие звезды чем наше солнце и у всех них на порядке более сильные магнитные поля в сравнении с солнцем сотни и тысячи раз звезда пшебыльского тут не рекордсмен но и не аутсайдер скорее среднячок откуда такие поля понятно пока не до конца виновата ли сильная замагниченность протозвездного облака из которого подобная звезда рождается или внутри нее идут какие-то необычные для звезд процессы пока не совсем понятно есть разные версии и это нормально наука не знает всего иначе зачем она была бы нужна зато многие из обнаруженных звезд очень медленно вращаются вокруг оси почему я уже объяснял магнитное поле разгоняя звездный ветер для самой звезды служит тормозом а вот что интересно эти звезды демонстрируют приблизительно одинаковое процентное соотношение редкоземельных элементов хотя в количественном соотношении найдены звезды в которых их даже больше чем у пшебыльского тут казалось бы можно возразить хорошо пусть такая звезда не одна пусть их свойства похоже насколько их известно 50 ну уж не больше 100 быть может мощные магнитные поля этих звезд как раз и нужны для той инопланетной промышленности отходы которые мы наблюдаем в спектрах было бы красиво но нет существует куда более простое объяснение если говорить про относительно стабильные редкоземельные элементы то они есть и в атмосферах обычных звезд где-то больше где-то меньше но внешние слои не очень горячих звезд типа нашего солнца довольно конвективные то есть вещество постоянно перемешивается из-за чего химический состав распределен более-менее равномерно так вот у а по звезд это не так скорее всего мощное магнитное поле препятствует конвекции подобно тому как это происходит в солнечных пятнах казалось бы тогда тяжелые элементы должны оказаться где-то в нижних слоях звездных атмосфер а легкие сверху в реальности все происходит несколько по-другому энергия из звездных недр в отсутствие конвекции достигает поверхности за счет лучистого переноса то есть фотон постепенно продвигается из нижних слоев звездных атмосфер поверхности пока вещество поглощает рассеивает и переизлучает его тяжелый атом или и он имеет много энергетических уровней на которые может переходить электрон поглощая энергию и импульс фотона соответственно такой атом будет легче подхватываться излучением в итоге тяжелые редкоземельные элементы как бы всплывают в атмосферах таких звезд и поднимаются до тех пор пока давление излучения и газовое давление не уравновесят тяготение тут еще конечно же важно магнитное поле но не будем углубляться если это все так но это гипотеза есть одно интересное следствие раз в атмосферах пикулярных звезд затруднена конвекция то редкоземельные элементы должны по идее находить положение равновесия атмосфере на разной высоте в зависимости от массы заряда и энергетических переходов в атоме у тяжелого атома много энергетических переходов и он легче ловит фотоны и поднимается в атмосфере повыше а у легкого переходов меньше он соответственно сидит ниже но в реальности ведь именно это и наблюдается атмосфера пикулярных звезд неоднородная а слоистая как торт наполеон одни элементы выше другие ниже и никаких пришельцев и главное возражение как быть с радиоактивными элементами особенно короткоживущими их ведь никак не объяснить высотным распределением они должны в атмосфере откуда-то появится все так но важный момент а как мы вообще понимаем что в звезде есть то или иное вещество немного физики простой ответ еще в 19 веке после опытов киргофа и бонзона ученые узнали что странные линии в спектрах соответствуют разным химическим элементам и даже молекулам нагреваем что-нибудь лаборатории пока она не засветится снимаем спектр и сравниваем с тем что мы получили в наблюдении за звездами ну и находим одинаковые линии там и там готова но если бы все было так просто спектральная линия это недостаток ну или наоборот избыток энергии на определенной длине волны света переходя с одного уровня на другой электрон в атоме соответственно излучает или поглощает энергию но вне лаборатории все гораздо сложнее для начала положение линии в спектре определяется еще и лучевой скоростью то есть скоростью с которой звезда движется относительно нас наблюдателей то есть солнечная система с какой-то скорости приближается или удаляется звезде земля при этом еще движется вокруг солнца а обсерватория еще и вращается вместе с поверхностью земли вокруг ее оси и если это не учесть линии просто окажутся не на своих местах спектре из-за эффекта доплера далее звезда ведь обычно тоже вращается вокруг оси часть вещества звезды летит на нас часть от нас это приводит к тому что линия как бы размазывается по спектру становясь широкой и не такой четкой в случае звезды пшебыльского это не так актуально но для более быстро вращающихся звезд очень даже другой важный эффект температурное уширение чем выше температура звезды тем быстрее движутся ее атомы но движутся они в разных направлениях какие-то на нас какие-то от нас соответственно атомы поглощают фотоны на разных длинных волн соответствующих их скоростям это приводит к еще большему уширению линий но все еще сложнее потому что на форму интенсивность линии влияет плотность концентрация газа ускорение свободного падения звезды и магнитное поле и все такое поэтому просто посмотреть на спектр звезды и сказать вот это железо а это тот самый прометий нельзя а делают вот как вместе со спектром источника снимают и спектр какого-нибудь лабораторного вещества у которого известны длинны волн спектральных линий например специальную торий аргоновую лампу у которой много спектральной линии ну понятное дело с известным положением это позволяет сопоставить координаты на матрице с конкретными длинными волн но свет в оптической системе освещает матрицу неравномерно да и сама матрица не одинаково чувствительна к свету по площади поэтому чтобы спектр не перекорежила его нужно откалибровать то есть учесть всевозможные аппаратные косяки вычесть баяс поделить на плоское поле и другие страшные слова и после того как это сделают в спектре самой звезды нужно отыскать какую-нибудь знакомую линию это сразу позволит скорректировать длинный волн всех остальных линий в ее спектре из-за эффекта доплера сколько умных слов существуют специальные базы данных с центральных линий где можно раздобыть полный список всего что вообще может быть видно в нужном диапазоне длин волн но есть проблема как я говорил один и тот же химический состав может дать совершенно разный спектр в зависимости от физических условий в которых находится газ поэтому сначала нужно просчитать теоретический спектр то есть смоделировать какие списка линии должны быть видны при определенной массе температуре плотности и химическом составе конкретной звезды опять же при схожих условиях какие-нибудь звезды карлики и гиганты имеют отличающийся спектр но и не стоит забывать что на толщину линии в спектре влияет как оптика спектрометра на котором мы наблюдаем так и множество физических эффектов на звезде и каким бы зорким не был бы спектрометра в реальных наблюдениях в границу одной линии может попасть множество лабораторных ну или наоборот астрономы видят линию а в теоретическом спектре на этом месте пусто интерпретация этих данных это очень сложный процесс и ошибочные обнаружения линии в нем неизбежны догадываетесь к чему я скорее всего звезде пшебыльского нет никаких радиоактивных элементов до периодически там замечали про мете и технеций но более поздние исследования этого не подтверждают оказалось что несколько линий спектре долгое время приписываемые этим радиоактивным элементом скорее всего относятся к более обычному кобальту железу и церию что касается актиноидов которые еще более тяжелые и короткоживущие то по ним есть всего несколько статей от одной научной группы другие исследователи не подтверждают их наличие а раз так то с большой долей вероятности это была ошибка более поздних наблюдений этой звезды и публикации по ней довольно много просто они не попадали в научно-популярную прессу оставаясь предметом интереса специалистов здесь на мой взгляд проявляется большая проблема коммуникации между учеными и журналистами ведь всем интересно послушать о том что где-то в космосе найдено что-то необычное как это трудно объяснить как это переворачивать представление об окружающем мире и нас самих но если потом выходит опровержение она уже никому не интересно ну серьезно если нет слова парадигма необъяснимых открытий странных объектов то и нафиг его тогда именно поэтому информация о том что звезда пшебыльского обладает какими-то необъяснимыми свойствами на слуху а о том что это на самом деле скорее всего была ошибка знают лишь специалисты занимающийся этой звездой ну теперь еще и вы наверное на этом месте можно было бы сказать что-то вроде миф разрушен и потихонечку заканчивать видео но вообще-то я не за этим его делал когда не попалась информация про эту звезду я подумал вы ничего себе если ведь все правда как пишут то почему же это сейчас не обсуждают из каждого утюга это куда серьезнее загадки звезды таби и поначалу за всем флером сенсационности и последующим разоблачением я не сразу обратил внимание на один важный момент на то кто и как обнаружил все эти странности в звезде но пусть лучше эту историю расскажу вам не я у астрономов нет традиции давать свои имена звездам хотя если вы посмотрите в некоторых книжках научно-популярных вы увидите такие термины как звезда гершеля звезда баада оказывается у некоторых звезд все-таки есть имена астронома дело в том что это неофициальные имена это прозвище для звезд которые дают коллеги какой-то интересной звезде открытый или глубоко изученной данным астрономом ну чтобы долго не называть координаты звезды или ее положение на небе а это временное название неофициальное неузаконенное и она не останется дольше чем живут современники данного астронома об одной такой звезде я вам хочу рассказать это звезда пшебыльского я думаю что большинство из вас они не слышала антонин родился в маленьком польском городке рогозь на поступил в позднийский университет закончил его и стал астрономом и работал в маленькой местной обсерватории пока не началась вторая мировая война гитлеровцы оккупировали польшу а пшебыльский попал в лагерь концлагерь но ему удалось оттуда бежать правдами и неправдами это отдельная история пшебыльский перебрался через воюющую европу в швейцарию она была нейтральной и поступил знаменитый цюрихский политехникум который когда-то до него закончил великий альберт энштейн пшебыльский получил хорошее образование защитил диссертацию мы бы ее назвали кандидатской но тогда это называлась докторская диссертация по химическим наукам и думал куда ему деваться война кончилась возвращаться в коммунистическую польшу он не хотел и он перебрался в австралию ему хотелось заниматься астрономии но в южном полушарии а именно в австралии практически не было обсерватории была одна хорошая большая обсерватория но там конечно устроиться было невозможно несколько лет антонин проработал копая канавы для прокладки телефонных кабелей пока его друг не рассказал директору обсерватории австралийской о том что тут у него работает поляк желающий заниматься астрономии директор хороший человек пригласил его на самую низкую должность наблюдателем ночное время на телескопе антонин начал наблюдать очень быстро стал классным наблюдателем изучал кометы и химический состав звезд и ему невероятно повезло он обнаружил у одной из довольно ярких звезд удивительный химический состав настолько удивительный что он в первую публикацию ее даже не хотели принимать журналы ему никто не поверил не может быть у звезд такого химического состава атмосферы там не было практически железо которое большом количестве наблюдается спектр любой звезды но зато была масса редкоземельных элементов редкоземельных то что на земле их правда очень сложно найти лантаноидов раз публикации никакого отклика вторая публикация появились какие-то отклики коллег которые в общем не совсем доверяли этим наблюдениям но пшебыйский работал улучшал технологию изучения спектров и в конце концов астрономы поняли что перед ними уникальная звезда химический состав который отличает и от всех звезд нашей галактики такие звезды астрономы называют химически пекулярными то есть особенными у нее правда очень много особенностей очень мощное магнитное поле в тысячу раз сильнее чем у нашего солнца невероятный химический состав элементов например редкоземельный элемент гольми которого и на земле почти нет не встречается ни у одной звезды такое впечатление что весь гольми был собран и подарен вот этой самой уникальной звезде одним словом эта звезда сегодня уже несколько десятилетий возбуждает интерес астрономов ну как ее еще называть если не звездой пшебыльского это самое короткое самое понятное для нас профессионалов название говоришь звезда пшебыльского каждый понимает что это за удивительный объект если вы окажетесь в южном полушарии земли например в южной америке или в австралии возьмите с собой бинокль его без труда в созвездии кентавра найдете эту звезду 8 звездной величины и когда вспомните очень скромного польского ну или польско австралийского астронома энтониан пшебыльский который всю жизнь занимался наукой не был женат жил на обсерватории публиковал свои научные работы преподавал в университете и открыл нам одну из самых удивительных тайн нашей галактики уникальную звезду пшебыльского я страну владимир сурдин рассказал это специально для канала улица шкловского но я приглашаю вас и на свой канал неземной подкаст владимир сурдина жду вас спасибо владимир георгиевич кстати в описании будет ссылка на ваш youtube и telegram а вы ребят тоже подписывайтесь и передавайте привет с улицы шкловского кстати продолжая историю пшебыльского не могу не упомянуть еще один факт уже в преклонном возрасте фактически за год до смерти он получил еще один университетский диплом на этот раз по биологии и зоологии вообще мне кажется у поляков любовь к животным это национальная то есть мне кажется дело тут не в одной конкретной звезде антони пшебыльский бежал из плена через всю германию пересек границу получил вторую высшее швейцарии работал чернорабочим на другом континенте можно сказать случился конкретный такой доншифт но все равно пшебыльский добился своей цели он стал астрономом и его научные достижения в области спектроскопии отнюдь не ограничиваются звездой прозванный в его честь пожалуй он и есть главный герой этой истории он и его внутренняя сила благодаря которой он преодолел все опасности и вошел в историю науки так что инопланетяне здесь не главное фактически это была первая обнаруженная звезда подобного рода сильными магнитными полями слоями тяжелых химических элементов атмосфере быстрыми пульсациями до об этом я не рассказывал но они есть теперь таких звезд известны десятки они все равно очень редки в нашей галактике напомню несколько сотен миллиардов звезд а тут десятки и не будь пшебыльский достаточно настойчив не совершенству он технологии наблюдения не доказывай он научному сообществу свою правоту и как знать быть может мы бы узнали в этих звездах гораздо позже и гораздо позже начали бы распутывать их загадки они все еще остаются очень интересными объектами даже без радиоактивных элементов поэтому если вам в какой-то момент покажется что дела совсем плохи пусть эта история вдохновит вас не опускать руки даже если это очень тяжело даже если в какой-то момент покажется что все хорошее осталось где-то в прошлом даже если так трудно отыскать силы чтобы продолжить пшебыльский вот смог и теперь одна из самых странных звезд на небе носит его имя а ведь он даже не открывал такие вот дела друзья спасибо что посмотрели напоминаю youtube остается основной площадкой но на всякий случай добавляйтесь телегу это важно скоро на втором канале выпущу ролик в котором попробую объяснить в чем основная проблема в сложившейся ситуации для научпопа и почему предложение в стиле атеи переходи туда-то или туда-то не работают в 99 процентов случаев для видеоблогеров ну и как всегда ставьте подписывайтесь на канал если есть возможность будем рады вашей поддержки ссылки тоже будут в описании ну и нет великому фильтру уничтожающему цивилизации до встречи здесь на улице шкловского он Субтитры создавал DimaTorzok